Всем привет! Сегодня утром отправляюсь я в Айкеа. Нужно купить пару вещей. Поехали со мной, посмотрим, что сегодня есть. Нам нужно приобрести пару вещей. Нужно посмотреть простыни. В Америке редко когда ты найдешь, что продают просто одну простынь без набора. Здесь всегда идет в наборе две, а то и четыре наволочки, потом идет простынь. Поэтому мне нужно приобрести сегодня простынь. Поехали! В Америке, мне кажется, это один из немногих магазинов, где можно купить просто отдельно простынь без набора. Обычно все продается в наборе. Идет одна простынь с резинками, потом простынь без резинок. Она под одеяло ложится. Потом там две или четыре наволочки, что мне не нужно. Мне нужна просто простынь. Вот, то мы сейчас вот пришли в Айкеа, взяли сумочку. Пойдем искать простыни. Какой-то интересный тут у них проект. Вот такие корзиночки у нас есть. Мне кажется, она просто развалится. Очень быстро. Она такая нежная. Эх, как ее одеть еще тут. Такая прям вот... Сколько она стоит? Не написано, наверное, да? Нет. Может, на этой написано. Где? А, вот. Вот это вот 18 долларов стоит. Вот эта вот вещь стоит 18 долларов. Я думаю, цена за что? За то, что сделано с натурального материала. Потому что это какой-то вот такой вот... Из чего плетут. Я думаю, поэтому оно столько стоит. Здесь у нас какие-то вот... Интересные зеленые кактусы. А что это такое? А, это ваза. Нет, это поливалка. Вазы вот они на низу. А это этот самый. Поливать цветочки. Ну, интересно. И сколько такое стоит? Вот. 17 долларов. Ну, я за такую цену лучше из стаканчика полью. Потому что дороговато, конечно, за такую вещь. Вот тут такие красивые вазочки по 7 долларов есть. Кто любит декором заниматься. Здесь, конечно же, в этом магазине много чего можно приобрести. Ну, пойдем дальше. У меня в Германии тоже были вот такие вот яркие желтые занавески. Я их так любила. Когда солнце светило. Не именно эти, а вот примерно такого цвета были. Чуть-чуть ярче. То комната наполнялась таким теплым-теплым, таким желтым цветом. И было очень приятно. Картины. Так, это рамочки, да, у них, наверное... Ну, а, уже с картинкой. С фотографией. А вот. Как вам такой артпис? Шкурки от яйца с камупа. Интересно. Что, это печенье? О, какая лампа интересная. А тяжелая какая-то? Что, она вешается на стенку или нет? Нет. Ну, прям тяжелая. Ой. Интересная. И она включается? Нет? Она не включена сейчас? Нет. А, да. Вот, работает. А, можно и ярче делать, и можно делать темнее. Интересно. Нет, она включена в розетку. Вот такая лампочка стоит. Сколько у нас? 30 долларов. Сама вот эта вот лампа. И плюс вот 6 долларов стоит вот лампочка. Так, тут у нас что-то еще. Ой, какая зеркальная стена. Я очень люблю заходить на кухни смотреть. Есть такие кухни красивые. Нравится, когда вот оно все открывается мягко. Такие подвесные полочки. Вот одна стоит 45 долларов. Мне так очень нравится. Вообще, как красиво. Вот такая вот идея открытых полок. Так, а это что за стол у нас? Бамбуковый. Толстый, кстати, сантиметра два, наверное, он толщиной. Тут я вот сейчас смотрю. И гладкий такой, приятный. Пойдемте, посмотрим дальше. Вот, чем этот магазин как бы хорош и одновременно нет, тем, что нужно для того, чтобы пойти купить то, что тебе надо, ты обязан пройти весь магазин. Так, а ну-ка, вот такой диван. Посмотрим. Как нам? Ну, в принципе, неплохо. И сколько он стоит? Где цена его? Вот, 1600 стоит диванчик. Я вот только вот не знаю, скатается ли он в такую вот катышку. Потому что я смотрю вот с этой стороны, уже начинаются такие как катышечки. Вот, ну, я... Интересно, мне кажется, он еще и просядет. Ну, не будешь знать, пока не попробуешь, не возьмешь и не воспользуешься. Но так, в принципе, он неплохой. Вон там я сижу в телевизоре. Такой мягкий и удобный. Я вообще никогда не любила именно вот диваны из Айки и вот мебель. А этот почему-то даже неплохой. У него очень удобно сидеть. Небольшой он. Сколько он у нас размером? Не написано, да? Смотри, на него идет 10 лет. Какая-то гарантия. Написано, лимиты. То есть это какая-то лимитированная. Да, да, даже можно кому-то, если кто хочет, может спать здесь. Размеру-то кровати на одного человека. Ой, а зеркало тоже какое красивое. Сколько такое стоит? Сто шестьдесят долларов. Я очень люблю вот эти элементы. Дерево натуральное. Вот все, хлопок. Мне очень нравится. Красиво. Тут вот у нас еще диванчики разные. Вот какой-то, наверное, кожаный, да? Тысячу сто. Но вот не написано, кожаный или нет. Не вижу. Как бы, не знаю. Попробуем. Как нам? Не, уже не то. Не такой удобный, как предыдущий был. Вот там еще какие-то вот, видно, что удобненький должен быть. Вот смотри, видишь, про что я говорила. Вот так вот просиживаются диваны. Растягивается вот этот материал. И он потом выглядит, как будто ему 300 лет. Ну да, здесь они на нем не живут. Ну, выбор не огромный. Я очень скучаю по мебельному магазину в Германии. Вот туда заходишь в несколько этажей, и там нужно провести весь день. Разные столики. То ли это как кофейные столики, то ли какие-то тумбочки. Я вот не пойму, куда. Вот такой красивый столик. Стоит 89 долларов. Я думаю, это как кофейный. Вот она на ножках стоит. Дерево или наклейка? А вот и не поймешь. Вроде как дерево. Где у нас материал написано, нет? Не вижу. То ли это я не вижу, то ли здесь не написано. Вот такой только зеленый. Возможно, это и дерево, я не знаю. Хотя, не знаю. Тяжело сказать. Вот такой большой кофейный столик. 300, ну, 250. Ну, здесь видно, что дерево. Там еще столики есть. Так, вот у меня, у моей сестры, вот такой стол есть. И она, говорит, весь поцарапался. Ну, как вот тут вот видно, поверхность уже вся, вся вот в мелких царапинах. Красивый, ничего не скажешь. Такая вот переплетка у него здесь есть. Но он тоже не дешевый. 350 долларов. Жалко, что тут вот так вот получается. Кто это у нас тут? Осьминог. За 20 долларов. Такая прелесть. Черепашки тут есть. Вот они. Красивенькие. Народа сегодня практически нет. Мы, считай, гуляем сами. В прошлый раз мы были, там было не пройти. А сейчас гуляем. Так спокойно, тихо. Сегодня у нас не выходной. Четверг. Поэтому, поэтому тихо. Так, что у нас здесь? Начинается, скоро кухни пойдут у нас. Видите, как красивенькая, светленькая кухонька. Такая простая и такая красивая. Камень. Все из камня сделано. Да, вот здесь он склеен у нас. Шов видно. Интересно, индукционная или нет? Здесь очень тяжело найти индукционные вот такие вот плитки. Написано. Вот опять этот же диванчик, по-моему, тут стоит, да? Не этот? Сколько здесь он стоит? Ага, это 2 500 стоит. А может он удобнее? Ага, у него, знаешь что? У него такое ощущение, что под спинкой как будто memory foam. Ты на него сел, она у тебя как будто вот ты туда так провалился удобно. Кстати, полочка, видите, как красивая вот эта. Интересная. Я думаю, что ее можно делать меньше и больше. Потому что, а да, она, видите, кусочками. Вот один кусочек, потом вот один кусочек. Ой, вот здесь вот. И вот так. Красиво. Сидим. Вот я в таком кресле сижу, удобно. И заметили вот такую красивую перегородку. Ну как красивая? Ничего красивого нету. Очень простая. Вот такие вот реечки сбиты. Но как она красиво отгораживает, отделяет одну комнату от другой. И что ты вроде находишься, вроде как бы мы в зале, но из-за того, что вот эта стеночка, перегородочка стоит, ощущается она очень так приватно. И вот тут тоже красивая. Возьмем себе на заметку. Простой такой проект. В принципе, вот там наверху такую и на низу прибить. Ну, это проект для наших мужчин. Видео будет для них. Вот такая вот у нас какая-то плетеная мебель продается. Стулья. Я их, по-моему, раньше не замечала здесь. Вот эти натуральная красота. Какая вот интересная... Долго ли продержится эта натуральная красота? Потому что цена-то не из дешёвых. 219 долларов стоит какой-то стульчик. Вот этот вот. А этот 150 стоит. А этот 120. Ну. Не знаю, интересно. Вот они такие вот прогинаются. Мне кажется, сядешь, оно просто всё потрескается. Я, конечно, может ошибаюсь, но... Не привыкли мы к такой мебели. Вот какие-то кресла у нас есть. Кресло-качалка. Вот. Должно быть удобно. 240 долларов. Ну, с такого уже и не встанешь. Это для, наверное, ленивцев. Для породы ленивцев. Вот такие кресла. Ну, я их видела везде. На интернете и по инстаграмам. Везде их видно. Сейчас они стоят. Так, стоили 370. Сейчас 300. Вот такие какие-то комоды, шкафы. Ну, тут материал такой дешёвенький. Он всегда так быстро обколупывается. Вот здесь уже вот. Он стоит, и вот уже у него побитый весь. А если дома пользоваться каждый день, то оно не выдержит долго. Красиво, красиво, симпатично. Здесь у нас пошли полки для телевизоров, зал. Или как они ещё называются. Вот такой вот юнит стоит 600 долларов. Наверное, деревянная. Раз стоит такие деньги. Какой-то винир написано грецкого ореха. То, значит, это не дерево. Это покрыто просто. Что это только? Она так поднимается? А-а-а! Она так задвигается. Вот оно что. Ну, это не дерево, да. Это по звуку слышно. Тут вот ещё какие-то. Вот такая стоит 1131. Но мне кажется, в Европе вот это уже давно вышло из моды. Вот такие вот огромуские, глубокие шкафы. Потому что она глубокий. Сантиметров 30-35. Мне кажется, если не больше. Снеграя 10-20. Да, ну, сантиметров 30. Должна быть. Вот такая за 884. Ну, не знаю. Не по моему вкусу. Вот эта какая-то бедолага полочка стоит 327. Вот. Симпатичную нашла я. Очень нравится вот такое вот. Такое деревянное, натуральное вот. Вот шкафчики такие выдвигаются. Красиво. Так вот нажимаешь, оно открывается. Симпатичная. Ну, это, я думаю, ну, вот это может и дерево. Сверху звучит приятно. Из чего все остальные сделаны, я не знаю. Это для вот кабель для телевизора. И вот такая стоит у нас 560. Здесь не написано, из чего оно. Ага, тоже какой-то винир. Я не знаю, что это покрытие. Зубы виниры тоже называются, вот виниры. Вот это сверху как налаживается. Там где-то интересно тоже, что оно. Либо вот эта вот наклейка. Вот сверху вот это. Либо вот это, я не знаю, что. Не знаю, ну, красиво. Ну, вот еще такая уютная комнатка есть. Красиво. Уютно. Вот они умеют красиво скомпоновать, так все сложить, чтобы вот хотелось это купить. Если бы оно все стояло, мне кажется, просто по отдельности, то фантазии бы не хватило, как это все красиво сложить, чтобы оно гармонировало. А так получается такая вот уютная комната. Например, вот эту вот лампу. Вот как ты ее сам, вот если бы оно у тебя стояло, ну что за кусок металла? А здесь она очень даже красиво смотрится. Так, тут у нас пошли обеденные столы. Вот красивый какой. Вот, тысячу долларов. И вот здесь сразу написано ОК. Это, по-моему, у нас дуб. Если я не путаю, то вот это вот тяжелый такой деревянный. Здесь не написано там никакого винира, ничего. Ну и цена сразу. Видите, какая вот? Тысячу долларов. Ну, красивый стол. Есть вот поменьше такие вот. А вот здесь, видите, опять написано винир. Кто знает, подскажите, пожалуйста, что обозначает вот это винир. Это как наклейка, покрытие, что-то. Или что? Вот. 800 долларов. А здесь что написано у нас? Тоже. Надо будет прогуглить, тоже узнать. 319 такой светлый столик. Ну, такой узенький, не сильно широкий. 700. Но здесь не написано вообще дерево, винир, ничего не написано. Просто... Нет, написано вот. Какой-то опять винир. Какой уникальный овальный стол есть. Стоит 470. Эффект такого, как будто бы написано камень, белый камень. Такой шуршавый, интересный. Мне кажется, симпатично выглядит. Ну и вот пошли к кухне. Какая красота. Такой вот камень. Красивый такой вот паутинкой. Как красиво все. И цвета подобраны, как красиво. Вообще. Здесь такая вот еще комнатушечка. для каких-то вот комнат для запасов. Прелесть. И вот здесь тоже. Какая-то кухня. Так, а давайте посмотрим, сколько вот эта кухня у нас стоит. значит 7000 это какая-то тут у нас неполная цена. Полная цена у нас вот. Вот написано полная цена 15 444 Ну, если это стоит 15000, что? Я думаю, это неплохо. Вот такая вот буква L у нас получилась здесь кухня. Все очень красиво. А эта кухня сколько стоит у нас полная цена? О! 22000 А это дороже. Выглядит, мне кажется, проще, чем та. А дороже. А вот красивая деревянная такая теплая. Отдает таким уютом тоже. Полная цена 17000. Вытяжка здесь у нас. Здесь просто шкафчики. Симпатично. Так, а вот здесь у нас такая вот красивая темная кухня. Где-то же сбоку есть какие-то шкафчики выдвигаются. Такое все просто очень даже с подсветкой у нас идет. красивая тоже кухонька. И это стоит 26000. Как они даже красиво это все здесь сложили. Ой, тут еще одна кухня красивая. Белая. Но мне нравится, видите, как они сложили белую с черным? Как оно красиво вместе сочетается. И что вот эти вот стекло, но не просто прозрачное стекло, а вот такое вот как оно рифленое называется, да? Так, у этой кухни цена стоит 34000. Ну, очень красиво, конечно. Интересно, как они держатся эти кухни. Хорошо или нет? Сколько места, посмотрите, сколько можно всего слаживать. С этой стороны все полностью в шкафах. Вот тут с этой стороны все в шкафах и вот это все. Какая красота. Если у кого-то есть кухня от Айки, дайте знать, сколько лет она у вас, хорошо ли она вас держится, обламывается что-то, отколупывается, очень интересно узнать, потому что такой стереотип, что в Айки мебель вся некачественная, вот, и кухни в том числе. И хотелось бы знать уже от того, у кого есть такая кухня, расскажите, поделитесь своим опытом. Мне вот очень и очень нравится вот эта темная черная комната, как для спальни. Мне кажется, она настолько расслабляет вот в таком своем стиле. Красиво. Прям вот мое. Пойдем дальше. Здесь кровати просто. Красивая вот зеленая кровать у нас. А что это за кровать у нас такая за 600 долларов? Красивая. А, да, вышито? Птички вышито. Красиво, красиво. А вот эта вот кровать, она почему-то дорожает у них прямо на глазах. Каждый раз, как не приходишь, у них она все дороже дороже. Мы покупали ее в прошлом году за 300 с копейкой. Сейчас же 450. Вот такая вот кровать. Она выдвигается, можно делать ее для одного человека, можно для двух с с такими шкафчиками. Шкафчиками или что как назвать. Так вот уже стоит 450 долларов, и это без матрасов. Это еще нужно матрасы сюда купить. Ну, прям цены на глазах растут. полярные медведи лезут по деревьям. А это у нас кто, снегири? Свет снегирей, это? Птички какие-то. Здесь у нас, видимо, какая-то молодежная студия, наверное, знаешь? Студенческая такая. Потому что некогда спать. Да, вот здесь компьютер. А, вот смотрите. просто интересно, как по этой лесенке вообще можно забраться. Мне просто интересно. ну, как-то можно свет. Ну, да. Ну, смотри, видишь, пробовали. Потертое все. Здесь вот для девочки комнатка. ну, прям налеплено, налеплено здесь всего. Очень много. Вот для маленького, для маленькой девочки. Видите, как красивая стена из лимонов. Обои какие-то, видите, тоже наклеены. Для маленьких принцесс. так, мы завершили первый этаж, вернее, второй. Первый пойдем вот сейчас туда пойдем дальше. И мы вышли вот сюда в столовую, поэтому, наверное, сейчас перекусим, чтобы были силы дальше гулять. Была я в Айкеи, получается, в Германии, была я в Айкеи, а в Литве и вот в Америке. Скажу, что везде меню немножко разное. Добавляются какие-то вот национальные блюда. В Литве мне понравился, там было, я не знаю, как он называется, не хочу никого обидеть, но он такой был суп фиолетового цвета из свеклы, типа нашей крошки. Вот. Если кто знает название, подскажите, пожалуйста. Вот. И это вот их литовское национальное какое-то вот блюдо. Мне понравилось, было вкусно. В Германии, я знаю, в Баварии, то была утка, ляшка уточки была в меню. Вот. А здесь вот у нас вегетарианское для американцев, которые переживают за нашу планету, за природу. вот решили покушать. Салатики у нас вот есть отражение. Ну, как разные, два вида. Тут один, тут второй. Этот стоит доллар 99. Вот, возьмем, наверное, этот порожи в селе. Вот, что у нас есть. Курица с френч фрайсом есть, филе лосося, американский сыр с лапшой или лапша с сыром. Также можно взять фрукты, печенье, масло. Здесь у нас есть суп из помидора, из какой-то куриный, и овощной. Супчики. Это томатовый, томатный суп, а это какой-то курица. Так, здесь у нас вот есть хлебушек чесночный, булочка вот такая вот с корицей. Не, я себе не возьму, я не съем столько. Вот, здесь еще те же самые фрукты, овощи и вот такие вот булочки. Я вот такую возьму булочку, но не сейчас кушать, а детям. В прошлый раз я им брала, им понравились. Возьму две пачечки. Ну, вот сейчас перекусим, наберемся силы, пойдем дальше закупаться. Ну, что, животики мы свои набили, а теперь идем на первый этаж, спускаемся. наконец-то дошли мы до того места, где нам нужно быть. Теперь бы найти нам. Здесь все пододеяльники, а вот где у нас будут простыни. Вот еще нашла из льна. 180 долларов стоит набор. Такой вот он прикольный. Ну, я не знаю, как она будет служить. Нашла я простыни, где отдельно продается. Вот, просто-просто не одна, без всякого там набора. Значит, стоит 20 долларов. Нет, это не та. Где моя? У меня не твин. У меня вот кинг. Вот, 40 долларов стоит. Вот и завершилась наша прогулка по Айке. Все-таки я взяла простынь, взяла вот такие булочки с корицей и теперь уже едем домой. Спасибо всем, кто прогулялся с нами по магазину. Пока мы гуляли, начался дождик. Всем желаем всего хорошего. Всем пока! Пока!